Привет зритель! Сегодня у нас очередная история из сети. Живут в нашей деревне двое пожилых людей, дед Сергей и баба Маша. Живут душа в душу и все у них ладится. Вся деревня смотрит на них и радуется, а кое-кто даже завидует. Всегда вместе, никогда их не видели, чтобы кто-то в одиночестве шел. Даже в газете о них писали много лет назад, и деревенские жители также гордились, что живут рядом с ними дед Сергей и баба Маша. Только вот никто из жителей деревни не знал, как они встретились. Не знали эту таинственную и жуткую историю давней встречи Сергея и Маши. Сергей в молодости работал водителем лесовоза. Работать приходилось и днем, и ночью. Однажды он так заработался, что уснул за рулем и опрокинулся во враг. Приехала милиция и врачи, которые констатировали смерть молодого парня, отправили Сергея в районный морг, где он и пролежал сутки, пока не очнулся. И да, он так и очнулся от нестерпимой боли и холода в полной темноте. Он долго не мог понять, где он находится, пока не догадался где. Раны на голове не были перевязаны. А зачем, если человек умер? Припугался Сергей прямо жуть. Когда еще придут за ним и дверь откроют. Так и второй раз умереть можно. Но еще сильнее он припугался, когда услышал слабый плач в темноте. Тут уж у любого нормального человека крыша поедет. Прислушался Сергей, плачет кто-то. И не показалось ему вовсе, как он первоначально думал. Плачет девушка. «Здесь кто-то есть?» – шепотом произнес Сергей. Плач прекратился и послышалась возня в темноте. «Кто здесь?» – снова спросил Сергей. «Маша», – схлипывая сказал женский голос. «А меня Сергей зовут», – сказал он. «Маша, а ты знаешь, где мы?» «В морге», – запросто ответила она. «Вот и я подумал, что в морге. А как ты сюда попала?» «Утонула. А ты?» «Разбился на машине. Уснул за рулем». Они помолчали оба, не веря в происходящее. Трудно было поверить в такое. Два оживших одновременно в одно время. Разве не чудо? Это, наверное, знак. «Не плачь, Маша. Скоро за нами придут». «Мне очень холодно. Не чувствую ни рук, ни ног». Сергей, кусая губы, слез со стола, протянул руку и пошел, пока пальцами не коснулся чего-то теплого. «Давай я тебя обниму», – сказал Сергей, садясь на пол рядом с Машей, превозмогая боль. «Так обоим будет теплее». Ждать им пришлось недолго. Часа через два дверь открылась и… и пришлось долго откачивать врача. Ну, вы понимаете, что не каждый выдержит и не лишится ума, видя такое зрелище. На полу сидят, обнявшись, два мертвеца. Я бы, например, никогда не хотел бы такого увидеть. Точно бы в психушку загремел. Об этом случае долго еще говорили, хотя держали в большом секрете. Но, а дед Сергей и баба Маша с тех пор не разлучались и прожили свою жизнь счастливо. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.